Всем привет! Приближаются календарные выходные, а значит все культурные учреждения готовят интересные программы. На эту субботу выпадает еще и Ночь музеев. В этом году она тоже пройдет онлайн. Какую площадку посетить? Где программа окажется насыщеннее? Узнали себя? Каждый год в Ночь музеев люди, любящие искусство, вынуждены делать выбор. Но в этом году все перевернулось на 180 градусов. Зачем выбирать, если одним нажатием кнопки можно перемещаться по всем точкам в режиме реального времени? Обо всем по порядку в нашем обзоре. Поехали! Музей Модерна представит специальную программу в эфире, которая будет отсылать к форматам YouTube телерадио шоу. Будут обсуждаться статьи в газетах, написанные в прошлом веке. Обсудят исторический центр Самары, его уникальные постройки, их историю и архитектурные характеристики. Музей Модерна. Галерея Виктория проведет викторину, посвященную искусству, рожденному в изоляции. Какие художники, писатели и ученые творили, не покидая четырех стен? Какие произведения стали символами уединения? Расширить кругозор и получить подарки за правильные ответы, обещают организаторы. В этот вечер появится уникальный шанс стать одним из первых посетителей Самарского филиала Третьяковской галереи. Там проведут виртуальную экскурсию. Что символизирует серп и молот, и как работала фабрика кухня. Каким будет филиал Третьяковской галереи в Самаре, где будет первый индустриальный парк, и что это вообще такое? Живой эфир из сердца реставрации. Виртуальная кабарет «Пять толстых» в литературном музее. Пять образов писателя с новой выставки «Толстой. Смена оптики» оживут, чтобы устроить представление. Начало работы всех площадок 16 мая в 19.00 в официальных группах музеев, а также в общей группе акции. Акция проходит не только в Самаре. Одна из самых ярких программ готовится в Государственной Третьяковской галереи в Москве. Онлайн можно насладиться всеми выставками. Пушкинский музей тоже не остался в стороне. В прямом эфире на платформе Zoom появилась возможность посещать экспозицию музея в формате живого общения с экскурсоводом. Свои двери открывает и Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Бродить по залам шедевров мирового искусства и любоваться красотой Зимнего дворца и онлайн приятно. Прогуляться без толпы туристов можно будет и по Лувру. А вечером пятницы настраиваемся на оперу. В 18.30 Самарский театр оперы и балета запустит трансляцию одной из самых популярных в мире опер «Флория Тоска». В 18.00 в Самар поделится видео спектакля по произведению Брэдбери. Мюзикл «Вино из-за дуванчиков» – это попытка на мгновение сложить осколки прожитой жизни, вернуться в то время, когда еще не было сомнений, что все бесконечно, кроме слишком короткого лета. Вернуться в то лето 28-го года, когда главному герою было 14 лет. Ну а на этом все. Отличного вам настроения. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин